В киноконцертном зале «Чермен» регулярно проходит показ популярных фильмов. Руководством кинозала принято решение, помимо сеансов мультфильмов на родном языке, добавить к показу кинолент. Это событие не осталось незамеченным среди любителей кино. Кинотеатр регулярно посещает молодежь, учитывая, что цена на билеты символическая. Ранее мы транслировали показы только на родном языке, на остинском языке. Но к нам ходят люди, спрашивают их и на русском языке. И мы решили показывать один сеанс на остинском языке и один сеанс на русском языке. Мы будем обновлять свои мультфильмы на родном языке. У нас есть какие-то проекты, которые мы заключили со студией «Зарваток». Торжественное открытие государственного киноконцертного зала «Чермен» состоялось в 2014 году, в день провозглашения республики. В 2014-2015 годах здесь транслировались премьерные показы фильмов в 2D и 3D формате. Но, к сожалению, после показы приостановились. Долгое время аппаратура простаивала. На сцене проходили лишь концерты и другие мероприятия. Кинотеатр «Чермен» долгое время был, скажем так, в простой. Много из чего из оборудования не вышли из строя. Поэтапно мы будем все обновлять. С Божьей помощью, с помощью руководства и спонсоров мы эти проблемы решим. С конца прошлого года начались показы популярных среди молодежи мультфильмов на эстинском языке. Это способствует популяризации родного языка. Кроме того, регулярно проходят тематические показы документальных фильмов, приуроченные к знаменательным датам. Также мы показываем и примерные показы фильмов, которые сейчас транслируются во всех кинотеатрах России. Будем стараться параллельно их показывать по возможности, так как у нас нет доступа и нет контракта с кинопрократными фирмами России. Анонсы и новости «Чермена» также можно посмотреть в соцсетях Instagram и Telegram. Руководство киноконцертного зала «Чермен» приглашает всех ценителей кино испытать неповторимые эмоции и насладиться просмотром фильмов в уютной атмосфере кинотеатра. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня.